Здравствуйте, уважаемые телезрители и любители хоккея! Через несколько минут здесь на малой спортивной арене Лужников возьмёт старый очередной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Пока только московские единовцы, и была вот эта тройка Бабенко с Сопиным и Глазовичем. И сейчас уже вышел звенок Местунова с Кокоревым и Мостовым. Несложная комбинация, такая получилась и позиционная, именно атака сходу. И принимает поздравления Тенис Кокорев. Да, именно так, атака сходу и великолепная передача получилась у Местунова, который нашёл на фланге Кокорева, у которого было заметное преимущество скорости перед защитником. Не стал ничего выдумывать, Кокорев сместился в центр, бросил, попал. Счёт сегодняшнего матча. Да, я согласен, что не совсем такая шайба в большинстве. Грубость две минуты получил Игорь Головков. Да, второе большинство. У Динамовцев, Ялосвара. Бросок Соловьёва и 2-0! Да, если так дело пойдёт, Александр, не думаешь, что может произойти и смена Ивана Лизутина, но потому как вот и первый бросок, ну не назвал бы я неберучимся. Ну сейчас, конечно, сильно от синей линии, но давайте посмотрим на повтор. Ну как вариант. В предыдущей встрече отметился результативной передачей Глеб Корягин. Эта передача стала для него второй в континентальной хоккейной лиге. И второй в этом сезоне. Вот так и шайба в ворота! Выигранное бросование. Буквально ввезли. В ворота. Ну и сейчас, я думаю, что может быть и будет какой-то просмотр, а может быть и не будет. Судья вообще, это, по-моему, был Рафаэй Кадыров, зафиксировал взятие ворот. Я уже не знаю, может, посмотрит, чтобы убедиться, но по эпизоду Рафаэй Кадыров шайбу засчитал. Сразу после вбрасывания Солодухин выкатился на пятак в ворот перед воротами Александра Ерёменко и сумел пропить шайбу за линию динамских ворот. Вот так вот первое удаление в атаку схода. Нет, не позволили там вылезть на ударную позицию игроку Витязя и уже атака. Причём все три нападающих принимают участие. Волка бросок в ближний угол. В штангу, по-моему, попадает шайба. Ну, даже если штангу, так, что называется, с внешней стороны штангу. Вот Хапизули, бросок! И чудом шайба не попадает! После которой все три нападающих поехали меняться и из-за этого получился бросок Волкова. Действительно, штанг попадает шайбу. Так вот, трудно сказать, в ворота шла или не в ворота. Не спеша, именно потому что смена происходит у хозяев. Опять длинная передача и... У Сергея Розина так аккуратно! Бросок! А вот сейчас полевые помогли уже Ивану Лисутину. Атака продолжается! Попытка протолкнуть шайбу под руку. Голкипором и, похоже, сейчас будет удалить. Да, ну ещё раз смотрим повтор. Ну вот в данном случае... Шайба возвращается к синей линии. Головков. Второй кистевой, но очень плотный бросок у Головкова получился. И вновь Головков. Бросок! Ещё один! И шайба вкапывается в ворота! Да, она пересекла линию. Ворот за спиной Александра Ерёменко. Ещё становится равным 2-2. Ну, на самом деле, да, зафиксировал взятие ворота Рафаэль Кадыров. В этом эпизоде буквально просочилась шайба. И, насколько я понимаю, я уж не знаю, добивал её там Максим Акиногеном. Просто после броска Игоря Головкова достигла она цели. Несколько раз прикладывался к защитник от синей линии. Ну и вот, в конце концов, его усилий хватило. Защитник, который не как бы там на подыгрыше условные там 3 минуты. Это вот в овертайме выходит. Это тоже показатель доверия тренерского штаба молодому игроку. И сейчас бросок. И попытка добивания. Какой сейчас шанс. Граня. И получается выход убегает к воротам Кадшана. Бросок. Поднята рука арбитра, да? Булит. Булит за 23 секунды до завершения овертайма. Булит. Бросок управляет Максим Акиногенов. Булит. Нет. Не удаётся переиграть Максиму Акиногенову и Александра Ерёвенко. Вячеслав Солодухин против Александра Ерёвенко. Булит. Победителя выходит Александр Еременко. Леонид Комаров может принести победу. И приносит победу! В детском сторону ловушки. На движении поймал Лисутина. Ловушка намного ниже плена. Сумел поддержать подающий Московский Динамо. И приносит Московский Динамо за первую победу в серии после матча у Штарфовского в этом сезоне. Да, первая победа случилась именно на домашнем.